Друзья, у нас сейчас будет шумно, потому что у нас здесь замечательный пёс Дэнди. Ну и конечно он пришёл не один, но он решил захватить очаровательную с собой спутницу. Это Виктория Мелькевич, я уверена, что вы её уже знаете и помните. Куратор общества защиты животных Хатико. Доброе утро, Виктория. Доброе утро, Виктория. Давайте начнём... Хочется, да. С чего начать? С чего начать? Ну давайте начнём с тех историй, как после наших эфиров уже забирали питомцев. Да, за последнее время. Ну вот у вас есть такие истории? Да, конечно. Ну в основном забирают у нас маленьких котяток, но и взрослых животных. Также были построены почти все собачками, вот у нас проблема, поэтому мы решили активно вдарить по собакам. Если вы мечтали себе завести собаку, то самое время, сейчас у нас их самый сезон, так сказать, по количеству. Их активно находят на дачах, привозят к нам, и мы стараемся их всех пристроить, найти. У нас отличный пёс. Да. Можно узнать о его породе? Сколько ему лет, месяцев? Он сам всё расскажет. Он сам всё начал рассказывать. Очень активный пёс, да, такой? Да, он ещё молодой, ему всего два годика, считается, ну, ещё ночью по собачьим меркам. Ему хочется бегать, прыгать, разговаривать, дружить со всеми, пообщаться. Ну, скорее всего, он был помесью какой-то породистой собаки, и, возможно, его даже брали как породистого. Но когда он уже начал подрастать, поняли, что это лишь помесь. Да, мой же ты хороший. И выкинули его в подъезд. Там мы его нашли ещё чуночку. Вы его в подъезде нашли? Да вы что? Друзья, ну, в общем, собака очень активная, очень общительная, ему надо куда-то бежать и... И мне кажется, надо бежать к такому же активному хозяину, который, возможно, бегает сейчас по Таташи где-нибудь. Да. И вообще есть предназначение какое-то у собаки? Может быть, она подходит, вот, ну, понятно, да, к охоте больше, может быть, ну, какие-то вот там, боец. Нужно понимать, что у всех собак есть основные инстинкты поведенческие. И они воспитываются. То есть, если вам хочется целенаправленно взять собаку для охоты, то вы можете, в принципе, взять любую собаку. То есть, нет каких-то особых пород. Это всё стереотипы в основном. Есть, ну, какие-то врождённые качества, которые помогают им быстрее, там, бегать, лапы покороче в этом роге. Но... Ах, мы поём здесь. Все черты характера, они воспитываются с кинологами, с профессионалами. То есть, вы можете, в принципе, взять любую собаку, даже... Ну, уже... Тш, 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 тш. Третью, тш, тш. Даже во взрослом возрасте она всё равно будет поддаваться воспитанию. То есть, даже взять взрослого уже кса, и, в общем-то, ещё можно поработать с кинологами, да? Верно. И, то есть, выбрать какую-то ему, так сказать, специализацию. Да, охранную, или же просто какие-то основные команды. То есть, вот Дэнди... Тш, 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 успокойся. Вы заметили, да, за Дэнди какие-то особенности? Насколько он дрессирован? Какие-то команды знает, да? Да, он знает основной набор команд, он знает, где место, сидеть, лежать, лапу давать. Мы покатали, но мы просто очень переживаем, мы не привыкли к такой обстановке, но основные команды мы все знаем. Какие команды вы знаете? Дэнди. Сидеть. Ой, Дэнди, ты рассказываешь всё. Садись. Мне кажется, он ищет своих, он понимает, что он здесь делает, и он сейчас сообщает по всем собакам, по сети собачьей, сейчас расскажет всю историю, и если ваши собаки каким-то образом реагируют, значит, дело идёт. Поприветствовался. Вика, а можно вот не воспитывать собаку? То есть вот прям будем её любить, холить, лелеять, кормить, чесать, я не знаю. Воспитывайся сама, да, не учить никаким командам. Да. Или собака хочет быть воспитана? Ну, всё равно надо понимать, если вы будете общаться с собакой, дружить, она будет знать, где её дом, где её семья, и всё равно будет охранять её. То есть вот основные базовые качества, защита. Просто даже если вы будете, ну, к хозяину как-то агрессивно относиться, то собака это почувствует и начнёт защищать своего хозяина. Даже маленькие собачки, ну, вот у меня у самой достаточно миниатюрный пёс, и он всё равно знает основные команды, несмотря на то, что как-то специализированно мы с ним не занимались, но где у него место, он тоже знает. То есть можно так сказать, что все псы, они, в общем-то, охранники точно, а всё остальное уже развиваем. И сигнализация. И сигнализация. Они очень чувствуют эмоции людей, то есть они не понимают вашу речь, но понимают ваши эмоции. Когда вы на них злитесь, они, соответственно, это понимают и, в принципе, реагируют и начинают как-то извиняться перед вами. Поэтому переживать за то, что собака не будет вас понимать, как-то это глупо. Возможно, просто у вас ещё недостаточно авторитет перед ней, или же она недостаточно к вам привязалась, но все собаки достаточно, ну, априори привязаны к человеку. А может ли эта собака поступить на службу куда-нибудь в органы, искать, допустим, что-то запрещённое? Ну, к сожалению, настолько серьёзно обучить собаку вряд ли получится, но какие-то основные, да, они в основном воспитываются с детства. Но основным каким-то командам, тем же, ну, факт, в принципе, можно научить собаку. В общем, друзья, давайте подытожим. В любом случае, любого пса, даже уже подросшего, можно много чему научить, если берутся специалисты. И поэтому не стесняйтесь, если вам нужен активный пёс, вот он есть, его можно всегда забрать домой. Берите, берите Дэнди, он вас ждёт. Во всяком случае, об этом нам рассказала Виктория Мелькевич, куратор общества защиты животных «Хатика». Обязательно обращайтесь к ним.